Ну, прежде всего, спасибо коллегам за приглашение на выступление на Академии. Очень, на самом деле, полезно и интересно. Представлюсь. Меня зовут Ковылов Сергей, я являюсь руководителем группы Solution Architects в России. Мы отвечаем за работу с заказчиками, с партнерами, как раз в направлении AI задач, в направлении наших enterprise продуктов. И, в общем-то, покрываем именно интерпрайзную часть компании NVIDIA. Сегодня мы с вами поговорим, точнее, я расскажу, что же такое за продукт NVIDIA Enterprise AI. Ну, прежде всего, краткое знакомство с нами, потому что многие думают, что NVIDIA – это компания, которая производит игровые карточки, что неправда. Мы, на самом деле, уже достаточно давно стали не просто аппаратным производителем, мы – компания, то, что называется AI Computing Company. То есть компания, которая как разрабатывает аппаратную часть для работы с AI задачами, так и программную часть для того, чтобы могли как-то интегрироваться. Но, и что самое важное, мы сами же используем эти наработки. Первый момент, например, если даже посмотреть с точки зрения игровых составляющих, то там появляются такие технологии, как DLSS, которые позволяют делать достаточно хороший апскейл за счет использования нейросетей с повышением качества, то есть делают игры более насыщенными, более четкими с точки зрения картинки, при этом сокращают ресурсы на выполнение. Ну и второй важный момент – это именно рынок AI, то есть тот рынок, который, на самом деле, является глобальным в области всех задач искусственного интеллекта, где мы, с одной стороны, как я уже сказал, делаем различные библиотеки, SDK и прочие вещи для работы, с другой стороны, мы выпускаем некоторые продукты в различных направлениях, ну, например, продукт Jarvis для построения голосовых чат-ботов. Или же, скажем так, есть у нас продукт, называется NVIDIA Merlin, который можно использовать для онлайн-рекомендации системы. То есть мы не просто делаем железо, мы делаем всю инфраструктуру для того, чтобы вы, как разработчик, могли либо использовать наши решения, уже готовые, да, либо, соответственно, создавать на их базе, использовать наши модели, которые state of the art, принятые в сообществе AI, да, и, в общем-то, двигаться и разрабатывать свои конечные продукты, не начиная с нуля, а имея уже определенный базис. Так как у нас сегодня речь про Enterprise AI, этот продукт относится к виртуализации, хотелось бы немножко, так сказать, сказать его историю возникновения, да, и почему. Ну, с некоторыми заказчиками, я думаю, мы здесь уже знакомы, некоторые знакомы с текущим сценарием, а именно, когда у нас есть большие там кластеры по виртуализации, они все исключительно процессорные, и есть необходимость внедрения AI-задач. Или же, например, необходимость просто работы с графикой, даже безотносительной задачи. Чему это приводит? Это приводит к тому, что в текущую среду их особо не интегрировать, то есть нельзя интегрировать в рабочие системы. Обычно это выделяются какие-то определенные сущности, ну, и, по сути дела, происходит ролевое распределение ресурсов, что сложно с точки зрения управления, что сложно с точки зрения того, как такой гетерогенной средой можно, условно говоря, удобно управлять, можно удобно работать как администратору, так и, на самом деле, конечному пользователю, которым является дата-сайентист. И то, для чего мы совместно с компанией VMW разрабатывали Enterprise AI-продукт, это сделать единую и унифицированную платформу управления ресурсами. Как я уже сказал, это единая и унифицированная платформа, но что это значит? Прежде всего, это означает, на самом деле, два простых момента с точки зрения простого обывателя. Дата-сайентисту, ему понятие ресурсов, то есть какой сервер, тип GPU и прочие технические особенности, как выделяется виртуальная машина, они ему абсолютно не нужны, они ему не ясны, ему нужны ресурсы, и самое главное, что ему нужно, ему нужен интерфейс для доступа к своим инструментам. Зачастую это Юпитер, то есть либо Юпитер Ноутбук, либо, соответственно, это Юпитер Лаб. Некоторые сейчас используют виртуальные машины, то есть я думаю, что если вы с этим сталкивались, то часто слышат запросы дать нам виртуальную машину с GPU, мы там развернем все сами. Но по большому счету этим людям нужен просто интерфейс. С точки зрения IT-службы здесь работа, к сожалению, усложняется, потому что дать простой интерфейс для дата-сайентиста означает, помимо прочего, помимо того, чтобы выделить аппаратные ресурсы, ему нужно еще предоставить программный стэк, ему нужно предоставить, соответственно, различный преднастроенный образ, то есть чтобы человек мог начинать работать. И именно в этом направлении мы и двигаемся. Наша совместная платформа на самом деле такой многослойный пирог, где в основе лежат аппаратные платформы, все это дело управляется через виртуализацию на базе продуктов BMW, но в частности то, что мы ожидаем, это появление Tanzu Kubernetes Grid сервиса, который еще улучшит работу администратора, то есть он даст возможность работать с привычным для него интерфейсом, то есть с тем, с чем он привык работать всегда в BMW. Но при этом он может управлять уже не только сущностями такими, как виртуальная машина, но и сущностями контейнеров, Kubernetes, как оркестратора контейнеров и так далее. И третий слой, и всегда самый активный, это на самом деле программный слой, то, что и называется такой под случай NVIDIA AI Enterprise. То есть это наши библиотеки, это наши стыки, о чем мы сегодня, собственно, поговорим, о чем чуть попозже я вам расскажу, что из этого представляют. Но прежде всего мы начнем с аппаратной платформы. Это очень важный момент для вас, как для интерпрайз-заказчиков. Важный прежде всего тем, что наша инициатива, которая называется NVIDIA Certified Systems, является частью глобального продукта, называемого EGX. И смысл ее очень простой. Смысл ее в том, чтобы мы верифицировали, как работают все компоненты, и вы, как конечный потребитель этого решения, я имею в виду и найти службы, потому что речь идет на аппаратной части, могли без болезни, без ожиданий заработать или нет, то есть получить, взять сервер из списка сертифицированных и уже убедиться, что все, что нужно, работает. Сервер состоит из основных компонентов. Это GPU, это наша сетевая часть. Ну и на самом деле в качестве основных серверов всегда выбираются массовые марки. То есть это не какие-то специализированные сервера. Это обычные сервера, не знаю, там, Flanberg, Dell PowerEdge, HPE, DL серия и любые другие. При этом, что немаловажно, то есть что вообще сама по себе сертификация подразумевает, сертификация подразумевает под собой проверку аппаратной составляющей, то есть что все компоненты работают правильно, что у нас все в заданных, скажем так, средах, то есть температурная среда, энергопотребление, что нет деградации по этим компонентам, с одной стороны. С другой стороны, мы также требуем для полного прохождения сертификации это проверку на масштабирование при расчетах. Что имеется в виду? То есть когда используются два и более сервера, мы запускаем распределенную задачу на этих двух серверах, то есть есть референсная архитектура, как она должна быть построена, и убеждаемся, что результаты при распределенной задаче такие, какими они должны быть, то есть они такие, какие мы видим в наших референсных значениях. Тем самым, используя NVIDIA Certified Systems, которые в огромной своей массе уже сертифицированы и VMware, некоторые, соответственно, сейчас находятся в процессе, мы просто берем готовую платформу, мы используем весь стэк нашей будущей платформы по виртуализации, по управлению AI-платформой, и не заботимся о том, что могут быть несовместимые компоненты. Вкратце о нашем портфолио, то есть то, какой у нас есть модельный ряд для различных типов задач. Здесь есть небольшое отхождение от того, что было немного раньше, то есть на архитектуре Вольта, а именно, есть два продукта, которые заточены чисто под расчеты, это А100 и А30. Особенность этих продуктов заключается в том, что там используется топовый чип, то есть чип, в котором есть все наши технологии, но там нет поддержки графики. Соответственно, если мы хотим использовать структуру виртуализации, где необходима графика, но эти две карты не подходят, они исключительно для расчета. Есть другой пласт карт, которые А40, А10 и Т4, это карты, которые в этом плане будут более универсальны, то есть они поддерживают как работу с графикой, так на самом деле и с расчетной работой. Есть аппаратные отличия, у нас на это есть отдельный вебинар, поэтому я не буду застрять на этом большое внимание, просто скажу, что имейте в виду, что есть два класса продуктов под задачи. При этом класс расчета поддерживает, то есть А100 и А30 поддерживают как работу с МИГ, так и с ВИДЖИПУ, о чем я попозже расскажу. Продукты А40, А10 и Т4 поддерживают только режим работы ВИДЖИПУ. С точки зрения сетевого оборудования, так как мы сейчас уже единая компания, и, собственно, мы теперь, как я уже говорил, и Ай-компания, то есть мы делаем с точки зрения компонент не только вычисления, но и быструю передачу, как вот коллеги предыдущие рассказывают, для чего там важно RDMA протокол. Поддерживаются смарт-ники ConnectX 6, это LX, обычный ConnectX 6, DX, и в том числе мы ожидаем совместную работу, которую мы сейчас ведем с компанией ВИОВЭ, это поддержка Bluefield. Поддержка Bluefield, или то, что называется DPU, скажем так, в наших новых терминах, это будет некий новый и очень интересный виток для пользователей. Интересно будет, прежде всего, тем, что DPU заберет на себя некоторые аппаратные вещи и, с другой стороны, позволит разделить слой безопасности, то есть, например, на DPU мы можем применять правила, какие сети отдавать в конечный гипервизор, если там нужно сильно ограничить, какие правила безопасности применить, то есть для того, чтобы... Вот хороший был пример, с которым мы также сталкиваемся, из финансового сектора, когда есть огромные разделения, то есть есть уровень безопасников, которые говорят, нет, а сюда нельзя, сюда можно, каким данным вы хотите получить, у них будет возможность управления этим, то есть они смогут, задавая свои политики, управлять доступом к ресурсам, администраторы ВИОВЭ, то есть администраторы виртуализационной среды и выше, будут управлять тем, что им разрешили, и тем самым это снимает достаточно серьезный конфликт в принципе со службой безопасности. Немножко усложняет, усложнит, скорее всего, на первых этапах процесс взаимодействия, потому что, ну, понятное дело, у каждого свои политики определения данной задачи, но тем не менее, да, это снимет боль, более четко разграничит зону ответственности, и плюс освободит, на самом деле, процессорные ресурсы, потому что часть протоколов, которые мы можем зафлодить, да, и снять нагрузку с процессора, оно перейдет именно на ДПУ. Но это наше будущее, то есть то, к чему мы на самом деле стремимся, и то, что, ну, наверное, в ближайшем будущем, то есть в периоде следующего года, мы уже увидим именно в продакшене. Теперь перейдем вкратце о тех инновациях, ну, то есть о тех методах, которые мы на самом деле совместно добавляли в общий стэк, в общую платформу, чтобы вы, как пользователи, могли ими управлять. Здесь я хочу рассказать о некоторых моментах, то есть, во-первых, о том, что такое виртуализация, то есть вид GPU, о том, что такое МИК, собственно, что такое NVLink и GPU Direct RDMA, ну, здесь я более, наверное, в техническую часть углублюсь об этой части, и, ну, некоторые такие примеры визуализации, по сути дела, графики, которые нам показывают, что действительно производительность работы в виртуальной среде при использовании всех технологий, о которых мы сейчас поговорим, она такая же, ну, такая же, то есть она очень сильно сравнима с небольшим падением, да, от B-Metal систем, то есть от обычных серверов. Прежде всего о виртуализации, то есть о том, о чем мы, в принципе, начинали совместное усилие с компанией VMware, да, когда мы дали возможность делить один графический процессор на несколько различных частей. Этот метод хорош тем, что имеет возможность более плотной работы, то есть, например, если мы используем карточку NVIDIA A100 с 80-гигабайтной памяти, то мы можем сделать плотность в 20 виртуальных машин на один графический адаптер, там, при использовании профиля 4 гигабайта. Высокая плотность достаточно хорошо, да, то есть это, соответственно, влияет хорошо, существенно, на экономику. С другой стороны, есть аппаратные планировщики, то есть те планировщики, которыми можно управлять качеством обслуживания, о чем я тоже чуть-чуть попозже поговорю. Управление динамическое, то есть, грубо говоря, нам не требуется под изменение профиля постоянно перезагружать сервер. Есть моменты, которые, скажем так, ну, не то чтобы негативно, но это условные ограничения, которых нужны. Первое, это изоляция делается только на уровне видеопамяти, то есть мы выделяем только видеопамять, все остальные ресурсы, они шарятся между виртуальными машинами, о чем мы тоже позже поговорим, когда будем сравнивать с MIG. Вот момент номер раз. И, соответственно, поддержка GPU-директор RDMA, то есть даже если мы карточку поделили, если мы задействовали технологию PV RDMA, то есть пробросив в виртуальную машину адаптер с поддержкой руки виртуальной, мы получаем поддержку работоданной технологии, то есть мы можем использовать большую скорость для передачи данных при распределенном обучении. С точки зрения планировщиков, почему это важно, на это, скажем так, многие натыкаются, и в общем и целом не все об этом знают, хотя на наших вебинарах рассказывают, есть три типа планировщиков у классической виртуализации. Первый – best effort, то есть это планировщик, который на самом деле шарит циклы графического процесса. Там, конечно же, это то, что называется time slice, то есть есть определенные лимитные исполнения, но тем не менее ресурсы получаются динамически, то есть если один процесс потребовал там занятия весь time slice, он его займет. Если он освободит чуть раньше, то, соответственно, он передаст управление другому процессу, и другой процесс начнет выполнение. Очень хороший планировщик с точки зрения того, когда нам нужно иметь достаточно серьезную производительность при масштабировании, но он не гарантирует ресурсы, то есть не гарантирует некий quality of service. Для того, чтобы это гарантировать, появилось как раз два типа, это equal share и fix share. Данные планировщики на самом деле делят так же, ресурсы шарятся, но внутренний планировщик делит ресурсы на соразмерные части. То есть если мы говорим про планировщик equal share, то он работает по принципу появления новых виртуальных машин, то есть по сути дела локация нового виджепу приводит к деградации предыдущих, но соответственно при этом минимальный уровень и минимальный квант он сохраняется. Что это означает? Это означает, что если мы, к слову говоря, берем карточку, у которой 24 гигабайта видеопамяти, берем, соответственно, виджепу, который, как известно, у нас гомогенный, то есть мы не можем на одном профиле разместить, на одной джепу разместить разные профили, но при этом мы можем там задействовать один нужный нам профиль. Вот у нас есть там 24 гигабайта, у нас есть профиль с 4 гигабайтами видеопамяти, запустилась одна виртуальная машина и ограничилась только фреймбуфер, но все остальные ресурсы доступны. Появилась вторая виртуальная машина, две виртуальные машины получили по одной второй ресурс. Ну, появилась третья, четвертая, пятая и шестая, да, уменьшение будет происходить с размером появления количества виртуальных машин. Может быть удобно, когда мы понимаем пики при загрузке системы, то есть имеем некий статистический набор данных, и понимаем, в какие моменты у нас система как работает и где мы можем условно говоря выделять больше ресурсов для каких-то заказчиков. Когда нам нужно действительно полностью гарантировать, что вот человек получит вот такой квант ресурсов, можно использовать X-Shell. Данный тип планировщика автоматически выделяет нужный квант, то есть если это условно говоря 4 гигабайта видеопамяти, то он выделяет одну шестую ресурс и больше пользователь не может потребить. Неважно, есть ли там активный виртуальный машин, нет ли, он ограничен этим квантом. Очень хорошо в плане прогнозирования, то есть мы понимаем, что у пользователя на его, допустим, длительные задачи работать будет всегда с одинаковой производительностью, то есть не будет падения производительности и пользователь не начнет жаловаться, но, соответственно, из минусов то, что нельзя ребалансировать, то есть нельзя, когда есть свободные ресурсы у нас на графическом процессе, их отдать в виртуальную машину для расчета. То есть есть три типа, которые, в принципе, могут решать любую нашу задачу. Выбирать нужно, исходя из требуемого сценария. Новая технология МИК, которая появилась с появлением архитектуры Ampere, вот, это технология, которую, на самом деле, у нас очень много спрашивали, когда существовало в ВИДЖПУ, а можно ли как-то заизолировать физические ресурсы, дать гарантированно столько-то кода ядер, столько-то памяти, столько-то L2 кэша, и ответ, теперь можно. Начиная с архитектуры Ampere на карточках А100 и А30 эта возможность появилась. Теперь есть возможность жесткой изоляции, что немаловажно, потому что, когда мы жестко изолируем ресурсы, у нас появляется такое понятие, как fault tolerance или fault domain, то есть домен выпадения. Проще говоря, когда на одной из виртуальных машин происходит ошибка, она никак не влияет на работу второй. При этом квант выделенных ресурсов полноценных, он остается нам доступным. Есть, скажем так, не то что бинус, но ограничение данной технологии, это прежде всего плотность, то есть если у нас там на карточке с 80 гигабайтами видеопамяти было 20 виртуальных машин, можно породить с профилем 4C, то есть это профиль для компьют, лицензии, то здесь максимально возможная плотность это 7 виртуальных машин. Более подробно, почему так, еще раз, есть вебинарная тема, которую мы проводили, когда организовывали архитектуру Ампир, но в частности это связано как раз с тем, как выделяются ресурсы, что есть такое понятие, как GPU Processing Cluster, и в общем, на базе этого GPU Processing Cluster и строится данная изоляция. На А100 таких, соответственно, 7, на А30 таких 4. При этом здесь второе ограничение это то, что не поддерживается GPU Direct RDMA, то есть это значит, что если мы создадим виртуальную машину с МИГом, ну, к сожалению, мы не сможем задействовать RDMA операциям. Работа будет идти по самому долгому пути, то есть через системную память. Использование МИГа, то есть Multi-Incense GPU, это, как правило, сценарий, когда их там, ну, можно выделить два сценария, которые мы сейчас видим. Сценарий номер раз, это когда нам нужно делать интернет, то есть у нас есть уже обученная сеть, мы ее внедряем в продакшн решение, нам нужно выделить ресурсы, которые, в общем-то, будут эксклюзивны для нее и никак не влиять на остальные. Это сценарий для МИГа. Там RDMA не нужен по большей части задач, так как они все достаточно атомарные. Вот, соответственно, да, это отличное решение. Мы можем разделить, мы можем контролировать. Самое главное, мы можем изолировать задачи друг от друга. Второй момент, это когда, например, нам нужно делать некие тестовые или же там рабочие места дата-сайентистов, то есть выделить им какой-то ресурс, чтобы он посмотрел, как его сеть исполнять. То есть правильно, например, собраны его там контейнер, если он собирается работать с ним и возникает для ошибок. Как двигается нейросеть на простых сэмпловых примерах. То есть первичная его работа. То есть первичная работа как дата-сайентист-разработчик. В дальнейшем, когда нам потребуется уже большая мощность, то есть мы должны будем считать в распределенной среде, соответственно, человек может перейти из режима МИГ, из МИГ-системы в полноценный GPU, получить все нужные ему технологии для быстрого восприродного обучения и запустить задачу. Чем отличаются МИГ и ВИДЖИПУ? Ну, прежде всего, и самый важный момент это изоляция ресурсов. То есть если, как я уже говорил, на ВИДЖИПУ у нас изолируется только оперативная память, имеется в виде видеопамять, все остальные ресурсы в виде L2 кэше, в виде системных кэше, в виде куда-ядер, то есть мультипроцессоров, тензорных ядер и куда, они шарятся между всеми остальными, и внутренние планировщи карты, в зависимости от того, как мы вам сказали, работают, будут выбирать нужные ресурсы. Здесь же происходит полная изоляция. Изоляция на уровне видеопамяти, изоляция на уровне кэшей, изоляция на уровне доступа, то есть сам память, то есть по контроллерам, по скорости работы, на уровне мультипроцессоров, то есть и кудо-ядра, и тензорные ядра, они полностью изолированы. Не будет такого, что в этот процесс кто-то вклинится. Это полная изоляция. Этим, в принципе, в основном они отличаются. То есть это самое важное отличие, которое нужно иметь в виду. Третья технология, о которой уже рассказывали, но я немножко расскажу, наверное, не то чтобы технически, но для большего понимания. Да, это GPU Direct, RDMI. GPU Direct – это наша общая технология, большой достаточно стеки, для того, чтобы максимально быстро общаться с разными устройствами, как между картами, как называется GPU Direct, peer-to-peer, так и, например, с сетевыми адаптерами, то, что называется RDMI. И смысл ее заключается в том, о чем коллеги рассказывали буквально недавно, чтобы убрать лишние шаги в системную память. То есть как это выглядело раньше, когда адаптер общался с графическим процессором, он выкладывал промежуточный буфер в системной памяти блок, после чего GPU его вычитывал и обратно, соответственно, закачивал себе. Это достаточно длительный путь, если вы посмотрите, то есть мы идем через, условно говоря, коммутатор, поднимаемся к CPU, обращаемся к памяти. Это скорость, потому что скорость памяти достаточно низкая по сравнению с скоростью памяти работы GPU. И самое главное – PCI-Express, то есть это та медленная шина, которая у нас участвует в работе. Было бы хорошо, если мы могли просто взять и, используя PCI-Express коммутатор, который зачастую стоит во всех системах у нас, где используется GPU, и через него общаться напрямую, убрать циклы процессора на выполнении данной работы, просто напрямую отдавать данные, напрямую обмениться буферами, соответственно, и передавать себе. Вот ровно это, и за это отвечает технология R-DMI. Мы используем возможность то, что называется DMA-операции на PCI-Express или peer-to-peer-операции, то есть когда между двумя устройствами в PCI-Express происходит обмен данными в обход центрального процессора. С одной стороны. С другой стороны, когда это стало доступно для виртуальных машин, там появилась одна забавная вещь. Забавная вещь заключается в том, что появился так называемый PCI-Express, Access Server. Что это такое? Это механизм защиты нескольких виртуальных машин от несанкционированного обмена между собой. Что это значит? Ну вот если мы посмотрим, например, и предположим, что у нас сетевой адаптер находится в одной виртуальной машине, а GPU в другой, то технически, без использования Access Server, мы имеем возможность ему отправить напрямую команду. Это большая дара в безопасности. То есть мы можем или читать, или писать, собственно, это приводит к тому, что есть возможность вторжения стороннего человека туда, куда он не должен. Access Server как раз позволяет это убрать, то есть он запрещает такую операцию по умолчанию, все идет через центральный процессор, то есть он не покидает его, так называемого, root комплекса, то есть PCI-экспрессного порта, но идет через центральный процессор, который уже принимает решение, да, что он имеет таблицы его менеджмент всяких адресов, и он уже принимает решение отправлять или не отправлять. Вот. Этот момент, к сожалению, все равно негативно повлиял на работу. Об этом я чуть позже расскажу. И второй важный момент, который у нас появился в сетевых адаптерах и в сфере 7.update.2, это поддержка, называемого, адрес-транслейш-сервиса. То есть, когда мы, например, делим карточку на виртуальные функции, мы должны из виртуальной машины все в любом случае работать на аппаратном уровне, то есть мы должны как-то транслировать те адреса, те изолированные сегменты, которые выделены непосредственно данному адаптеру. За это, собственно, отвечает адрес-транслейш-сервис, который предоставляет эти адреса. Дальше, соответственно, внутренний контроллер составляет, скажем так, таблицу маршрутизаций, куда можно. И если они находятся в одном домене, то есть в одной виртуальной машине, то он это позволяет. По Envilink-у, в принципе, рассказывать особо нечего. Я просто хочу показать цифры производительных, чтобы вы понимали, зачем мы его ввели. Envilink-это интерконнект между картами. Если мы посмотрим по скорости работы, то мы увидим, что здесь скорости практически по 500 гигабайт в секунду. Это обмен между графическими процессорами. В данном случае это реальные цифры, полученные на DGX-A100 в системе. Мы замеряли, что будет, когда включить Envilink, что будет, когда использовать самый медленный путь. Мы видим, что скорости здесь измеряются практически порядками. Разница. В то же время и задержки, что тоже немаловажно при распределенном обучении, это задержка при передаче между двумя GPU или между несколькими GPU пакета или между сетевым адаптером. Также использование Envilink-а приводит к тому, что у нас latency достаточно сильно падает, то есть становится достаточно минимальным по сравнению с тем, что можно получить через PCI-Express. Агрегируя все это, и для того, чтобы было более четкое понимание, зачем нужен Envilink, зачем нужен RTMA, вот есть такая некоторая схема нашего сервера, есть различные сценарии использования. первый сценарий, как я уже говорил, когда мы используем Envilink, то есть у нас в виртуальной машине находятся две карты, они соединены Envilink-ом, мы запускаем задачу в рамках одной виртуальной машины, не используя сетевые адаптеры, и так как все современные фреймворки у себя в бэкэнде имеют поддержку никеля, этот механизм активируется автоматически. То есть мы используем быстрый путь по обмену данными, что приводит, естественно, к большей производительности, так как у нас нету сложных задержек. Дальше сценарий, то, о чем я вам говорил, то есть когда у нас адрес Translash-сервер и PCI-Express access-сервер выключены, что происходит? Даже в рамках одной виртуальной машины, когда у нас адаптеры проброшены, казалось бы, должны действовать по быстрому пути, мы все равно будем ходить по самым медленным. Тем более в такой схеме, когда у нас, по сути дела, один PCI-Express на линк от процессора идет в PCI-switch. То есть мы генерируем каждый раз на каждом этапе PCI-switch, процессор, процессор PCI-switch, так называемый backpressure, то есть у нас образовывается буферизация, у нас увеличиваются задержки, и это приводит к замедлению скорости. Для того, чтобы это исключить, начиная еще раз со сферы 7 Update 2, появилась поддержка от TS, и то, что называется Relaxed ECS, то есть правило, которое, если видят, что виртуальная машина имеет такие устройства у себя внутри, то есть несколько GPU и сетевые адаптеры, то она выключает это жесткое требование по пересылке через root-комплекс процессора, то есть по пересылке через некий центральный контролирующий домин, а разрешает опираться напрямую. Тем самым мы полноценно утилизируем PC-экспрессные линки, так как у нас X16 уходит и в сетевой адаптер, и в GPU, мы работаем на полной скорости без задержек. Ну и последний сценарий, когда все включено, мы используем распределенное обучение, то внутри одной виртуальной машины мы используем самый быстрый путь, который у нас на сегодняшний день доступен, это NVLink, а между виртуальными машинами мы используем самый быстрый путь с использованием именно RDMA, то есть передачи данных через PC-экспресс свитч без интеграции в центральный процессор. Теперь, что касается того, почему и что мы видим по результатам. Первое, если сравнить по графикам, мы видим, что мы быстрее, чем центральный процессор в задачах инференса Берта. Берта – это языковая сеть. Но если мы сравним, как работают МИК-инстансы, то мы видим, что они примерно в одинаковой производительности. Либо у нас два инстанса по 20 гигабайт, либо один большой на 40 гигабайт инстанс. Мы видим, что они практически сравнимы с тем, что если бы это был чистый сервер без виртуализации, без сервера с графическим процессом. Если мы посмотрим на схему, как это работает именно в кластере, когда мы активируем весь функционал, то есть используем RDMA, используем NVLink, для внутриузлового обмена, то можно увидеть, что скорость практически линейная. Это сети ResNet 50, и, соответственно, BERT LARCH, большая сеть для обучения языковой модели с несколькими миллионами или даже сотни миллионов параметров. мы видим, что масштабирование такое же линейное, есть небольшое отставание, но это в пределах, как коллеги сказали, 4-5%. То есть производительность у нас ровно такая же, как мы видели ее, если бы это был обычный сервер. По аппаратной части мы поговорили, теперь, соответственно, самый важный момент, именно программной части, или то, что называется AI Enterprise. Прежде всего, хочу сказать, что Enterprise AI NVIDIA это не просто программный стек, но это еще и поддерживает программный стек. То есть наша поддержка, которая покупается в рамках Enterprise AI, поддерживает как проблемы, возникающие с сертифицированным оборудованием, так и на всем программном слое. С точки зрения программного слоя, здесь есть тоже распределение. Первое это Infrastructure Optimization или инфраструктурные слои, которые у нас появятся. На сегодняшний день их на самом деле три, то есть NVIDIA только отсутствует, потому как работа с Bluefield сейчас еще в активной фазе. Но первые три слоя такие слои, по сути дела, которые у нас участвуют в взаимоотношении между приложением и гипервизором и конечным GPU. То есть GPU отвечает за виртуализацию, технология Magnum IO у нас отвечает за работу как по сетевой части, так и то, что сейчас появилось новое технологие, GPU Direct Storage, когда мы можем напрямую читать из FAMI GPU системы хранения данных. Ну и CUDA X AI это набор библиотек, который покрывает все необходимые элементы для текущих фреймворков. Второй слой, о котором мы сейчас поговорим подробнее, это так называемый оператор. Для чего они нужны? Если мы еще раз вспомним по сути дела второй слайд, где у нас есть платформа, появляется продукт Tanzu, который будет управлять кубернетис системой. То есть систему, когда администратору нужно просто сказать в нескольких кликах разверни нам полноценный кубернетис, он это разворачивает и он же этим управляет через тот же самый портал WSPE. Но встает другая проблема, а как нам быть с драйверами, с компонентами для GPU, для сетевых адаптеров, то есть как это дело, можно ли его автоматизировать. И вот здесь мы работаем над операторами. Сейчас он называется EGX оператор, но это на самом деле объединение из двух типов. Первый это КПО оператор, второй нетворк оператор. В чем их задача? Задача их в том, чтобы автоматизировать процесс установки и автоматизировать не то, что автоматизировать, а выявлять компоненты, куда это нужно поставить. Если вспомнить, у Кубернетиса появилась поддержка так называемых нодов Fitch Discovery, когда он делает сканирование, определяет, какие устройства на узле есть, после чего мы устанавливаем оператор в Кубернетис и он уже отслеживает. То есть если на этом узле есть наши идентификаторы, то мы ставим сразу GPU-оператор, который автоматически ставит драйверный стэк, необходимые версии CUDA, еще на самом деле там есть плагин валидации, то есть он проверяет, что система работает. После чего он говорит в Кубернетис, что все, у меня готовый узел с GPU, управляй. И второе это нетворкин оператор, который делает то же самое, то есть он проставляет необходимые драйвера, стэк и в общем-то управляет сетевой частью. Когда эти оба оператора ставятся автоматически, то GPU-директ также включает автоматическое управление. То есть тем самым нам, как администратору платформы, не нужно будет подготавливать образ с драйверами, потом учиться с его обновлением, мы просто GPU-оператор и нетворкинг-оператор и он автоматически делает нам весь диплей необходимого стэка. А мы дальше уже начинаем управлять. То есть мы видим появляющиеся сущности в виде GPU и нетворкинга и можем, соответственно, управлять этими ресурсами. Когда нам необходимо получать задачу, то есть когда непосредственно дата-сайентист запрашивает нужные ему ресурсы, все это уже автоматически определяется ядром Кубернетиса с помощью наших плагин. Последний, наверное и самый важный элемент слоя это библиотечный уровень. То есть как уже коллеги рассказывали, есть много фреймворков и зачастую дата-сайентист оперирует именно фреймворками для работы. Но этот процесс можно поделить на нескольких этапов. То есть этап подготовки данных это не просто какой-то набор данных из разных источников, его нужно еще подвести. То есть данные естественно должны быть формализованы для того, чтобы фреймворк их понимал. Ну и мы соответственно как дата-сайентист выбирали нужные нам данные. Это между прочим достаточно такая же сложная может быть нагруженная задача, потому что нам нужно сделать большое количество join операций или объединение в единый дата-сет, группировка по критериям. Для этого у нас есть продукт RAPIDS, который позволяет использовать GPU для именно припроцессинга данных, то есть делать припроцессинг на GPU, после чего отдать уже подготовленные данные в PyTorch или TensorFlow в виде дата-фреймов, а это формат, с которым на самом деле работают основные фреймворки для нейросети, и приступить к обучению. Вот эти два этапа это на самом деле самые сложные и тяжелые с точки зрения вычислений и с точки зрения того, что они могут потребовать действительно распределенных систем, потому что этап подготовки данных может достаточно хорошо управляться, и этап обучения это большое количество итеративных проходов по эпохам, в зависимости от конфигурации, и это очень долгий этап по времени. После чего мы получаем обычную сеть, то есть у нас есть необходимые веса, и мы применяем ее в продакшене, но для этого мы можем использовать инструмент TensorRT, и дата-сайентист на самом деле с кем мы работаем, большинство из них используют TensorRT, это оптимизатор, который почистит сеть, то есть сделает прунинг, соответственно посмотрит, какие из алгоритмов можно сделать наиболее оптимально выполнить на конкретном GPU, то есть подберет методом тактики данные алгоритмы, и соответственно в конечном итоге мы получаем максимально ускоренную сеть. При этом нам нужно как-то оркестрировать этим набором, и у нас есть продукт InVidia Triton Инстеренс сервер, это опенсорсный продукт, то есть это сервер, который по сути дела занимается интернессом, у него на входе есть интерфейсы в виде GRPC или же HTTP, внутри он может управлять различными моделями, то есть там может быть составляться репозиторий разных моделей, также соблюдаться их версионность, и соответственно мы просто через API вызова обращаемся к нужным нам моделям, а он уже отслеживает как его правильных действий исполнится. Если первые этапы это тяжелое обучение, это там А30 и А100, понятное дело, наиболее предпочтительные карты, то второй этап Inference, он как раз-таки будет более таким специфичным, то есть есть задачи типа IV, то есть работы с классификацией картины, там может быть и Т4, или даже с профилем подходящим, может оказаться и так, что у нас Inference, то есть с Саной Сити Берт, где действительно нужны мощные GPU даже для Inference. Но при этом за счет того, что у нас это единая платформа, мы как администратор можем управлять, то есть мы можем все эти процессы перенести в pipeline того, как у нас будет функционировать система. Часть ресурсов из того, что есть, мы выделим под Inference, часть можем оставить под обучение, можем перемасштабировать дальше под Inference как какой-то запас, либо же обратно при режиме возвращать, если мы понимаем, что у нас слишком много ресурсов. То есть этот процесс в рамках платформы, он полностью управляемый, полностью на стороне IT, и самое главное, он достаточно гибкий и удобный, то есть не требуется строить отдельных систем, все в рамках получается единой платформы управления. под конец я бы хотел подвести итог нашей совместной работы, что мы с компанией VMW занимались и оптимизацией, то есть все механизмы, которые сегодня рассказаны, это и RDMA, это и проброс GPU, это и VGPU и MIG, все совместными усилиями мы приводили к тому, чтобы работа была максимально производительной на платформе. при этом, как я еще сказал ранее, мы также занимаемся поддержкой, то есть весь стэк, который Enterprise.ai, он полностью поддерживает, это означает, что если ваши Data Scientist видят проблему какую-то, видят какую-то ошибку по работе с нашими NGC контейнерами, например, или с фреймворками, они могут обращаться и могут получить консультацию, и могут получить решение проблемы. Здесь я, наверное, заканчиваю, просто хочу сказать, что есть некоторые ресурсы, наши совместные блоги, а самое главное появилась техническая документация по тому, как, в общем-то, полностью разворачивать Enterprise.ai в текущих возможностях, то есть без Bluefield, но, соответственно, с полными остальными проблемами. Пока действует программа Early Access, но я думаю, что в ближайшее время идет продакшн. На этом все. Спасибо за внимание.